Мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем посмотреть сюжет о ретро-машинах, которых в Крыму немало. Кто-то мечтает о Ламборджини и Мазерати, а эти автолюбители фанатеют от отечественного автопрома. Им дороже всего 21-я Волга, москвич или Музинчайка. Дмитрий и Николай Огородниковы – энтузиасты, которые занимаются реставрацией советских автобратьев, возвращают блеск старому хрому, реставрируют автомобили, у каждого из которых своя отдельная история. Все началось с этой победы 25 лет назад. Попала к мастерам она случайно, мешала знакомому в гараже. Над машиной начали экспериментировать, внешний облик не изменили, а вот внутри переделали все. В основном все это с разборок, где-то с мусорок. В частной коллекции 10 машин, 5 из них на ходу. Дом и по совместительству мастерская умельцев давно превратились в музеи. Здесь можно встретить авто 50-х и 60-х годов прошлого века. Старые машины переделаны на новый лад. Все стоит современное, чтобы оно ездило и нормально функционировало. Рожденному в СССР автомобилю здесь дарят вторую жизнь. Вот, например, «Волгогаз» 24, 70-го года выпуска. Но от заводской модели эту отличают десятки переделок и модернизаций. Здесь она кабриолет, двухдверная, две двери. Вот она на стадии уже выпуска, скоро поедет уже. А сколько на дне вы работаете? Ну, когда как. Вообще годами. Годами. Это вот 5-3 года вот над каждой машиной я работаю. Современный «Мерседес» внутри. Вся ходовая, мотор, коробка, автомат. Есть в коллекции абсолютно оригинальные автомобили. Например, «ГАЗ-14» или правительственный лимузин «Чайка». Принадлежал когда-то санаторию ЦК КПСС в Ужгороде. Возили на нем исключительно важных персон. Все больше председателей обкомов и членов их семей. Редкие экземпляры доставились нам. А салон тоже оригинальный? Ну, практически да. Практически? Удобно сохранить? Здесь все оригинально. Все. Мотор, вся ходовая, все оригинально. Коробка-автомат, руль с гидроусилителем водителю комфортно. Внутри все современное. Комплектация, премиум-класса, мультимедиа, деревянные панели, кожаный салон. А снаружи, как в хрущевских 60-х. Это машина «Зимгаз» 12-50-го года выпуска. Двигатель, коробка, передач заимствованы от «Линкольна». Внутренняя отделка оформлена по последнему слову техники. И еще одна гордость мастеров – «Зеленая Волга». Реставрировать машину не пришлось. Всего-то покрасили и заменили руль. Она в хорошем состоянии была. Ну, мы так, красили ее только наружку. А вот это внутри, вот это все, это осталась покраска родная. А некоторые машины в гараж к братьям выпадают практически со свалки. Так, впереди тяжелая работа по полному восстановлению шестиместного седана. Вот это начало проекта. Только начинается проект, ну, пока он отложенный. Это зима. Братьям часто поступают предложения о продаже винтажных красавиц. Но об этом они даже отказываются думать. В их планах создать мини-ретропарк. Тем более, что экспонатов вполне достаточно. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Руслан Хохлов.